Делаем скейт и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Привет все мои хорошие. Присоединяйтесь. Заряд энергии и позитива. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Девочки, мальчики, мы делаем наше настроение сами. Умницы. Я верю в вас. Раз, два, три, четыре. Спасибо тем, кто рядом со мной. Класс. Ашкин спит. Ну а я продолжаю заниматься собой. Избавляемся от живота. Девочки, полностью смотрите эти упражнения в моем плейлисте. Музыка по душе. Работаем над возлодочником и мышцами живота. Аэробное сокращение. Ножки согнули. Накрепче будет. Раз, два. Я надеюсь, что вы со мной. Придем активно руками. Улыбочка. И там хорошо? И там ли? Ну а я продолжу без вас. Встретимся побольше. Ну что, попрыгала? Я позанималась зумбой. Посмотрите, какая у нас погода. То пасмаро, то солнышко. Ашкин закрепил везде цветочки вчера. Боже, хочется жить. Что я сегодня буду делать? Сегодня понедельник. Не знаю, пойду ли я на базар. Или пойдет Ашкин на базар. Но хочется каких-то таких фруктов. Интересно, я не знаю фрукты, какие у нас сейчас появятся. Я смотрю, так через балкон зеленые какие-то сливы продают. Что буду готовить, тоже не знаю. Все это спонтанно. Я ничего не планирую. Я вчера готовила тефтели. Там есть еще тефтели. Что-то хочется такого легкого. Я не знаю. Вкусненького, легкого. А вы как, скажите, мои хорошие? Как у вас настроение? Вообще, я хотела с вами поговорить, нравится ли вам мои видео. Что бы вы хотели увидеть в моих видео? Сейчас одна... Я так быстро пробежала по комментариям. И кто-то мне спрашивал, что расскажите о своей маме. Как я попала в Грузию. Ну, я уже рассказывала несколько раз. Но могу еще раз рассказать вам. Значит, моя мама с отцом приехали с Украины. Здесь жила моя мама Золовка. Она здесь была замужем. И на Украине в тот момент было очень тяжелое время. Кризис вообще. Продуктов никаких не было. Ничего. И она позвала, пригласила в гости моих родителей. И они приехали. Им понравилось. Потому что много зелени. Много продуктов, цитрусов. И они решили остаться здесь. Но потом я вам рассказывала уже не раз. Родители разошлись. Он женился во второй раз. И я своего отца очень плохо помню. Они уехали на Украину со второй женой. И у меня есть сестренка. Так что, вот, отец умер. 15 лет. Он умер на руках моей сестры. Ей было тогда 16 лет, когда он умер. И, ну, такая вот грустная история. И мама вырастила меня одну. Вот так вот я попала. Там я родилась, естественно, в Грузии, в Батуми. И выросла, вышла замуж, родила детей. И вот сейчас я нахожусь здесь, в Турции. Не хочу писать вам о моей прошлой жизни и рассказывать о моем муже. Потому что я его уважаю как отца моих детей. И я не хочу тормошить прошлое. Были, конечно, и ошибки, и обиды, и слезы, и все. Но это все в прошлом. И это будет неуважительно по отношению к моим детям. Потому что мои дети общаются сейчас с ним. Сын мой живет у него. Его родители, мои бывшие свекл и свекруха, помогают. Смотрят за моим сыном. И им большая благодарность за это. Поэтому, и я так думаю, что моему мужу нынешнему не понравится, что я вспоминаю. Поэтому на эту тему я пока не готова говорить и не буду говорить. Пусть он живет долго, счастливо. Пусть будет здоровым. И все, все вокруг пусть будут счастливы и здоровы. Но, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. И я пошла принимать душ после зумбы. И Ашкем, когда встанет, мы пойдем с ним на базар. Или он сам пойдет. Я не знаю, что на погоду, если будет такая прохладная, у меня нет желания. Вы сами знаете, что у меня очень много дел дома. Так хочется кушать, но нужно терпеть до их товара. Все. До встречи. Аллергия у меня сегодня вроде бы или что за высыпание у меня проходит. Кстати, я хочу поменять сегодня маникюр сделать. Потому что уже последний маникюр такой был крепкий. Даже не испортился ни разу. Чуть-чуть только. Ногти у меня тоже что-то не растут. Хотя я и питаюсь, и творог кушаю. И что вырастут. Заварила я себе вот такой чайок. Очень вкусный, кстати. Очень такая удобная штучка. Заварничек такой. Вообще, я люблю такие вещи. Как я хочу выйти на улицу в магазин. И, боже, как я соскучилась. Что-то купить, прикупить себе. Сейчас я выпью чайок после спорта. Тут у меня и апельсинка, мята, чай для похудения. И что еще? И вишенки. Буду пить и лечиться. Надеюсь на вашу поддержку, на ваши комментарии, на то, что вы будете нажимать колокольчик, который находится вот здесь, вот внизу под видео. Нажимайте его, и вы будете получать сразу мое уведомление. Всех люблю вас, мои хорошие. Еще я сегодня хочу заняться, переставить на кухне, кое-как переставить. И, может, займусь зимними вещами. Спрячу их в мою кровать. Сейчас я вам покажу, кстати. Я начала постепенно, постепенно все это делать. Чем удобна эта кровать. Посмотрите, что все можно спрятать туда. Вы видите? Ашкем мне так ее приготовил. И я вытащу летние вещи и спрячу зимние. И здесь у меня летние вещи мои висят, которые надо будет спрятать туда. Обуви там. Ну, в общем, сами понимаете, что уборка не заканчивается. А вот это вот кресло из подушечки я вынесу потом на балкон. Но пока еще рано. Ну что, пошла я быстренько в душ принимать. И буду заниматься делами, пока Ашкем спит. Сейчас займусь маникюром. Ашкем еще спит. Погода то солнечная, то пасмурная. Сейчас сяду на балкончике, чтобы волосы высушить. Сейчас сниму лак для начала. Давно я не делала маникюр. Потому что этот, такой лак хороший в этот раз. Крепкий. Самый неприятный момент это снимать старый лак. Вы знаете, что высыпания у меня не прошли. Вот здесь сильно на этом. Не пойму, что в чем дело. Кто-то мне сказал, постривься. Ну как я постриваю, скажите, когда у меня здесь короткие волосы, а? Никак не получится. Надо ждать. Ну летом, благо, я их все буду закалывать, подниму. И осенью, я думаю, что уже будет, что вырастет. Ну средства вообще бомба это, честно говорю. Я сейчас на час маску намазала. Прям такие шелковые. Закрепила уже сколько кмит. Отросли волосы. Но стричься не буду. В общем, не буду я при вас чистить. Неприятная эта процедура. Встретимся попозже. Не переключайтесь. Мои хорошие, вот я решила сегодня накрасить вот такой лак. Сделала, значит. Ой, видите, я уже пакет открыла. Аж кем пришел с базара и уже испортила. Сделала вот такой, накрасила гелевый лак. Ну ничего, сойдет для меня, слепой сойдет. А сейчас я вам покажу, что он принес с базара. Я не пошла на базар, потому что у меня и волосы были мокрые, и дел полной, и маникюром занималась. Сейчас покажу. Так, мои хорошие, мой муж на это все потратил 60 лир. Это где-то 9 долларов, наверное. 60 лир. И вот сейчас будем переходить к каждому. Цены сегодня. Понедельник на базаре в Турции, в Мерсине. Значит, он взял вот такие апельсинки. Значит, 4 килограмма на 10 лир. Будем выжимать сок и пить витамин С. Семечки купил полкило, килограмм стоит 18 лир. Мушмала появилась по 5 лир. Ой, обалдеть. Сегодня бананы 12 лир килограмм. Так, огурцы. Аж кем салаталык не кодар? 4 лир огурцы, кабачок 2,5 лир, морковка 4 лир килограмм. Ну, зелень это, наверное, по 1,5 будет. Так, яблоки уже подходят к концу. 5 лир килограмм. Перец 4 лир килограмма. И помидоры 5 лир килограмм. Ну, и купил он еще хлебушек, пиде. Сейчас покажу вам его. Вот такую вкусняшку он купил. На все это, про все потратил 60 лир. Вот так у нас проходят вебинары нашей платформы ГИГОС в Зуме. Олег Гульянов, наш лидер 14 уровня, нам все объясняет. Сегодня на ужин я так много не готовила. Я только снова отварила макароны, сделала салат, выжала сок свежий. Ну, а это все будем доедать то, что у нас есть. Приятного нам аппетита. Ставьте пальчики. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока. Не знаю, вам будет интересно это или нет. И кое-что хочу вам показать о Мерсине. Как вы знаете, вот то, что вы видите сейчас освещено, это базар. Продавцы собирают все свои вещи. И вот после этого приедет сейчас машина и все, всю площадку капитально помоет. Вы знаете что? Сейчас я вам что-то скажу, новость. Покажу сейчас вам парк. Где-то кисочка мяукает. Ну, где непонятно. Так, сяду с вами здесь и поговорю чуть-чуть. Так, мои хорошие, слушайте информацию. Сейчас смотрела Сашкина новости. И Эрдюган сказал, что с 11-го числа уже у нас потихоньку начнет заканчиваться карантин. То есть обязательно меры безопасности будут соблюдать каждый. Такие законы будут. Без маски в таких, особенно в переполненных местах, запрещают ход. И вообще поцелуи, пожатия, там все на расстоянии. В общем, жизнь, конечно, изменится у нас в стране. Ну, а что делать? Надо как-то выходить всеми силами, собраться, быть ответственными и выходить с этой ситуацией. Исключение – это люди старше 65 лет. Если вдруг ситуация понравится нашему Эрдюгану, то есть не будет не увеличиться число заболевших, то потихоньку-потихоньку все придет к нормальной жизни. 27-го, 28-го даже в университете для студентов экзамен назначили. И в армии, все-все-все заработать, все службы. После 15-го, кажется, или 11-го откроют алиш-вейлиш-маркеты, парикмахерские. Все-все постепенно войдет в жизнь. Живем до этих минут и будем восхищаться своей свободой. Не так ли, что мы можем пойти туда-сюда, и нам никто ничего не скажет, сиди дома, сиди дома. Так вот, мои хорошие, немножко осталось, нам надо потерпеть. Пошла я пить чай со шкурой. Дождалась специально этого часа показать вам, как вот моют эту площадку машина. Вот какие они молодцы. Все капитально. Посмотрите, как все помыли после базара. Настроение прибавило, что мы можем уже выходить. Ура, друзья! Скоро у нас начнется нормальная жизнь. Сейчас разговаривала с дочкой, она сказала, что у них тоже уже все начинает открываться, все начинает работать. В общем, с Божьей помощью все будет хорошо.